Программа выходит при поддержке областной клинической больницы. Областная клиническая больница. Ваше здоровье. Наш престиж. Специалисты выполняют малоинвазивные операции, которые обеспечивают короткий процесс реабилитации. Сегодня мы приехали в областную клиническую больницу, где специалисты оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Сегодня мы вместе с вами посетим несколько отделений и даже заглянем в операционные, где специалисты пациентам с абсолютно разными диагнозами возвращают самое главное – жизнь и здоровье. Мы еще не смогли ничего на улицах, если мы не смогли. В областной клинической больнице работает отделение ортопедии и травматологии, где проводится высокоинформативная диагностика травм и заболеваний, круглосуточная компьютерная и магнитно-резонансная томография, цифровая рентгенография, пункционная диагностика при опухолевых поражениях костей и суставов, а также другие методы диагностики, которые позволяют поставить диагнозы быстро, точно и безболезненно. Сегодня отделение возглавляет врач-травматолог-ортопед высшей категории Нурбол Сахов. Отделение ортопедии при областной клинической больнице имеет 50 койк. В данном отделении производится экстренная операция и плановая. В основном оказываем услуги, оказываем помощь сельскому населению. Малоинвазивные. Начнем с малоинвазивных операций. Это остеосинтез, блокирующие стержнями. Это при переломах большеверцовых костей, при переломах бедренных костей, при переломах плечевой кости и при переломах кости предплеча. Ортроскопическая операция. Это при патологии или же при повреждении коленного сустава, при разрывах менеска, при разрывах связок коленного сустава. Производим ортроскопические резекции менеска, восстановление передней крестообразной связки. Кроме этого, производим операции эндопротизирования коленного сустава и эндопротизирования тазобедренного сустава. В год около 250, ну 300 человек производим операции заменят тазобедренного сустава. Около 200-250 пациентам заменяем коленного сустава. При различных патологиях. В отделении ортопедии и травматологии высококвалифицированные специалисты выполняют операции по эндопротизированию суставов, когда поврежденные суставы заменяют имплантами. Хирурги могут провести либо полное, либо частичное протезирование. Подобная операция считается одним из самых передовых методов лечения суставов. Эндопротизирование тазобедренного сустава – современная высокотехнологичная операция, подразумевающее удаление изношенных или поврежденных элементов тазобедренного сустава и установку вместо них искусственного эндопротеза. Они максимально точно повторяют анатомию тазобедренного сустава, что обеспечивает полное восстановление его функций. Тазобедренный сустав – это самый крупный сустав в нашем организме, а то она сформирована в вертлужном падении самого кости таза и головки бедренной кости. В основном при патологии врожденного вывиха она уже во время, после рождения происходит, не формируется в вертлужном падении и дисплазия самого головки тазобедренного сустава и нарушается конгурентность суставной поверхности. После этого получается укорочение или же хроматопоследующим присоединяется к контрактуру сустава, который приводит к инвалидации пациентов. Мы полностью заменяем тазобедренный сустав. В данный момент у нас имеются импланты «Страйкер», «Дипью» фирмы Швейцарии. В первую очередь это вкладыш, чашка вертлужного компонента, потом туда одевается вкладыш, полиэтилен, затем ножка эндопротеза и головка эндопротеза. Деформации при недоразвитии вертлужного падения формируется само вертлужный компонент и пресс-фитом фиксируется вертлужный компонент. Вот таким образом. В дальнейшем, в последующем, здесь поверхность эндопротеза, вот если так заметно, шероховатость, вот эти поры врастаются костной ткани, костной ткани и плотно срастаются с костью. В дальнейшем устанавливается чашка и в последующем формируется ложа для ножки эндопротеза, удаляется головка, где-то на этом уровне, и устанавливается ножка. Соответственно, у каждой ножки, у каждой компонент ножки свои размеры. В дальнейшем устанавливается головка и вставляется, типа вот в таком положении. А это не тянется. Сейчас все у нас современный металл, современные металлы, современная конструкция, они все не магнетизируются. Или даже могу и обыкновенная линейка. Вот. С таким металлом, да, МРТ противопоказано. Они тянут на магнит. А наши все металлы, это сплав титановый, они не магнит. А вот подскажите, сама эта конструкция тяжелая, то есть человеку в дальнейшем... О, нет, она, кстати, очень легкая. Нет, она так подобрана, даже не чувствуется, не чувствуется. Да, хочу отметить, то, что на вид она кажется такой весомой, но на самом деле все очень легкое. Не только легкое, но и прочное. В нашем отделении проводятся операции пациентам с травмой, последствием травм и заболеванием костно-мышечной системы. Пациенты ложатся в плановом порядке по порталу, в рамках системы обязательного социального медицинского страхования по направлению с поликлиник по месту жительства. Мы проводим такие операции, как замена крупных суставов, тазобедренного сустава, коленного сустава, также остеосинтез крупных костей, это верхних конечностей и нижних конечностей. Также автопедические операции по коррекции врожденных или приобретенных деформаций костно-мышечной системы. Это такие операции, как искривление конечностей, искривление ног, также на пальцах конечностей, верхней и нижней конечностей. В рамках системы обязательного медицинского страхования ежедневно проводятся операции в нашем отделении. Также мы выполняем операции по ВТМУ, по высокотехнологическим медицинским услугам. Это операции по ревизии замены позабедренного сустава и коленного сустава. Ежегодно такие операции проводятся по 5-7 операций на каждом суставе, это тазобедренном суставе и коленном суставе. Также команда наших врачей все имеют категорию от первой и высшей категории. Все специалисты ежегодно проходят обучение как за рубежом, так и в клиниках нашей страны, крупных клиниках это в Астане, в Алма-Ате, в Караганде. Ежегодно мы проходим обучение, повышение своей квалификации. Прямо сейчас мы находимся в отделении сосудистой хирургии и за этой дверью проводят высокотехнологичную операцию по удалению барикоза. Давайте заглянем и посмотрим, как сегодня проводят такие операции. Сейчас мы выполняем благодаря современному оборудованию операции на нижней конечности, именно варикозное расширение. это так называемые малоинвазивные операции, когда пациенту не делается ни разрезы, ни проколы. Сейчас же с помощью лазера и, скажем так, малоинвазивных методов, то есть проколы, делаются на конечности, делаются прокол иголкой, вена извлекается после обработки, на коже не остается никаких косметических дефектов, ни рубцов, никаких проблем. Больной реабилитация в принципе он не нуждается, то есть буквально на следующий день больной выписывается со стационара, в этот же день он самостоятельно ходит после операции, двигается, если раньше, например, больной у нас в отделении задержался более 7 суток, 5 дней, 7 дней, то сейчас этого не нужно. И, соответственно, они все выполняются на основе СМС, приходят все через портал госпитализации, то есть каждый пациент может спокойно прийти к нам в областную больницу, прооперироваться, не нужно быть сельским или городским жителям для этого. И каждый пациент имеет право на основании вот этого портала прийти, провести операцию и оздоровиться. В отделении сосудистой хирургии выполняют все виды реконструктивных операций. Операционная оснащена современным оборудованием, с помощью которого хирургическое вмешательство проходит быстро и менее травматично. А хирурги с огромным опытом работы регулярно обновляют свои знания. В нашей больнице выполняются все виды операций реконструктивных, начиная от заболеваний аорты, артерий и веи, и вплоть до варикозного расширения вен. Практически все, что делается в регионе, скажем так, в России, в странах СНГ, это все здесь проводится. Есть на то все оборудование, есть специалисты, есть, благодаря администрации, все это закупается современные расходные материалы, стоит у нас ангиоров последнего выпуска, буквально как три года приобрели, и все эти операции малоинвазивно реконструктивным выполнены. В нашем отделении работает пять специалистов, пять докторов, трое с высшей категории, двое с первой категории. Все специалисты проходят обучение не только в странах, скажем, в Казахстане, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. У нас существует такая система, или можно сказать программа, когда администрация не только разрешает выезжать, ну, соответственно, все оплачивать вплоть до всех расходов, а именно есть система обязательного выезда за счет организации, ну, за счет, скажем так, здравоохранения, все это оплачивается, и именно выезжать в страны дальнего и ближнего зарубежья, не в Казахстане. Поэтому, соответственно, все доктора каждый год ездят на специальные курсы, мы посещаем, являемся членами различных венозных и сосудистых сообществ, таких как Казахстанство общества сосудистых хирургов, Европейское общество сосудистых хирургов, недавно мы вот были трое на всемирном венозном форуме в Стамбуле, где тоже современные все последние перспективные операции проводились, показывались мастер-классы, и, соответственно, обслуживаем здесь, кроме нашей работы условия в больнице, мы работаем и обслуживаем линию санавиации, то есть все регионы нашей области, они также не остаются без, скажем так, нашего внимания, все операции, необходимые, экстренные, плановые, тоже также проводятся в районах, и, соответственно, все доктора, многие доктора из районов проходят обучение на базе нашей больницы, для того, чтобы непосредственно при экстренных состояниях уже оказать соответственно, квалифицированную помощь до приезда, скажем так, к нас. И можете сказать, что люди некоторые, например, лечатся какими-то мазями, медикаментами, ссылаясь на то, что они могут избавиться от варикоза, но время как бы проходит, и все усложняется? Ну, в данный момент еще не придумали золотую таблетку, которая лечит варикоз. Все эти препараты, которые есть, в том числе и мази, и суспензии, и таблетированные препараты, порошки, они все как бы основаны на том, чтобы улучшить венозный отток и укрепить стенку. Но вена, при этом, ее диаметр от этих таблеток не уменьшится. То есть мы назначаем их для того, чтобы и в этих венах не образовались тромбы, скажем так, но варикоз, он как будет, так и будет. Как он будет расширяться в дальнейшем, так он и будет вылечиваться. Поэтому, если бы все так было просто, назначил таблетки и вылечил варикоз, никто бы не приходил с тромбозами, с гангренами, с всевозможными осложнениями, язвами и так далее. Поэтому лечение сейчас варикоза только оперативное, как малоинвазивное, лазер, минифлеп, так и другие методы вплоть до открытых операций, если уже осложненный случай. А вот все равно сегодня вы чаще обращаются с варикозом мужчины или женщины? Или женщины, то что роды осуществляют эту варикозу? Ну, наверное, у нас население такое. Если поделить по процентам соотношения, у женщин варикоза всегда больше. Потому что женщины не только занимаются физическим больше трудом, но, вы правильно отметили, беременность и послеродовый период это основополагающий фактор, который приводит к возникновению варикоза. И, естественно, женщины больше обращаются, потому что, наверное, женщин это больше беспокоит, и женщин больше беспокоит само здоровье. Мужчины как бы болит и болит, опухло и опухло, лишь бы работал, лишь бы ходил, лишь бы ноги двигались. Женщины же как-то более организованы, наверное, поэтому больше обращаются, выявляются. Ну и косметические варианты, они тоже немало такие основополагающие, потому что женщин, косметика, как правило, беспокоит в первую очередь. Сходить с варикозом, с черными ногами, с синючными, скажем так, венами, не каждый хочет. Мужчинам же в этом плане как бы попроще. Поэтому больше процентов женщин хочет. А в каких случаях может быть летальный исход от варикоза, то есть когда хрома подрывается или что? Ну, на данный момент довольно-таки часто, потому что как бы сейчас население не так сильно, скажем так, организовано, то есть они не знают те варианты осложнения варикоза. Они думают, варикоз это просто косметическая сторона, потому что в начальных стадиях первой, второй степени варикоза, как правило, не беспокоит никаких жалоб, кроме того, как, скажем так, некрасивые косметические дефекты на ногах. Тогда, когда начинаются уже, скажем так, осложнения, тромбозы, тромбофлебиты, язвы, тогда это уже третья, четвертая степень как бы хронической венозной досточности начинают люди обращаться. И порой бывает в этих нижних конечностях уже есть, то есть присутствуют тромбы, которые при каких-то, скажем так, факторах могут отрываться. Например, человек пошел в баню или куда-то пошел чрезмерную физическую нагрузку, напрехся, резко дернул, тромб оторвался и все. Просто мы таких больных не выявляем и такие пациенты уже не приходят после осложнений. Как правило, если тромб отрывается, человек моментально даже в течение пяти, может, десяти минут умирает. Поэтому таких пациентов в больницу, естественно, не привозят и причину смерти мы не узнаем. Так что, именно из-за того, что у нас мало таких пациентов, которые заканчивают летально, а из-за того, что вот очень часто и у нас считается, умер человек, ну, как бы ничего страшного похоронили. Причину смерти, как правило, мы не определяем. Вот поэтому, может быть, количество меньше. А так, довольно-таки, в странах Европы, например, ежегодно где-то 500-800 случаев вот именно тромбозов с тромбоэмболием в легочной артерии выявляется ежегодно. У нас картина не меньше. У нас тоже не меньше этих пациентов. Поэтому надо своевременно приходить, делать доплер, своевременно обращаться, пока у вас не запущено состояние. Если вас беспокоят такие жалобы, как отеки, боли, судороги по ночам, какие-то есть косметические проблемы на ногах, звездочки, уже варикозы состоявшиеся, конечно, лучше прийти, проконсультироваться и получить квалифицированную помощь на ранних этапах, а не тогда, когда у вас тромбоз или язву случится. Областная клиническая больница оснащена современным высокотехнологичным аппаратом ангиографом, с помощью которого под воздействием рентгеновского излучения можно визуализировать просвет сосудов и полости сердца. В областную клиническую больницу в 2017 году был установлен биплановый ангиограф фирмы «Филипс». С этого года начались активные операции нейрохирургической операции, онкохирургической операции, интервенционной операции, операции на печени, на перифериях. В том числе проводятся высокотехнологические медицинские операции именно по аритмиям проводятся имплантации однокамерные, двухкамерные, трехкамерные кардиоверторы, дефибрилляторы германского производства, американского производства. Нам часто обращаются с осложненными формами аритмии, большинство которых требует оперативное вмешательство. Мы госпитализируем данных пациентов в отделении кардиологии, затем на следующий день проводим данные операции. То есть проводим внутрисердечные электрофизиологические исследования с радиочистотной аблацией, то есть бескровные операции. Пациенты находятся 3-4 дня, затем выписываются домой. Далее имплантируем одно, двух, трехкамерные антиаритмические устройства. Эти операции относятся к высокотехнологическим медицинским услугам. Очень дорогостоящие все операции за счет оплачивается за счет государства с выше 7 миллионов тенге. В этом году впервые были имплантированы данные антиаритмические устройства 10 пациентам. В отделении хирургии оказывают как специализированную медицинскую помощь, так и высокотехнологичную. Операционный оснащен современным оборудованием для проведения высокотехнологичных медицинских услуг. Это нейрохирургическая операционная. В данное время сейчас проводится операция по удалению опухоли мозжечка, внутримозговой опухоли. И наша операционная имеется все оборудования касающиеся проводимых для высокотехнологической операции. В данном вот имеется у нас микроскоп самого последнего поколения лейка, который у нас закупается государством помощи, поддержки больниц. Нейронавигационная оборудование экспертного класса тоже у нас имеется для контроля нервных структур во время операции. Нейронавигационная аппарат, нейронавигационный аппарат, метроник седьмое поколение, это тоже глубинных операциях, когда удаление опухоли, глубинных расположений, очень хороший инструмент. И все инструментарии, которые касаются для проведения микроинструментарных набор, имеются. Это у нас аппарат ЭОП, электрооптический преобразователь, это операция для позвоночника, чтобы сементы, транспеды, при позвоночных травмах операции используются. То есть все оборудование, которое позволяет проводить такие сложные операции, у вас имеется, да? Ну и, конечно же, очень важен профессионализм врачей, с этим как? Ну, у нас врачи все проходят обучение у нас в Казахстане в Центре Нейрохирургии, потом в России, в Германии проходились, в Бурденко учились, ребята, которые повышаются, ездят в Германию, в Испанию, ездили в Америку по обучению по метронику, по навигационным системам, ну, врачи все каждым годом, каждый год, каждый год едут и повышают свои квалификации. У нас оказывается помощь пациентам как с патологией головного мозга, так и с спинного мозга, это и иронкология, как спинная, так и патология головного мозга, и сосудистая патология, и мальформации, у нас есть возможность оказывать помощь не только путем открытой хирургии, также у нас есть малоинвазивные методики. Пациент, госпитализируясь к нам, находится у нас вплоть до того момента, как мы не будем уверены, что мы его можем отпускать домой. Провели операцию, перевели, если состояние позволяет в отделение, если же операция была большая, то мы можем через отделение реанимации после стабилизации состояния перевести снова к нам. Стараемся как можно раньше пациента активизировать, ну и, как я уже сказал, до полного восстановления пациента мы его, конечно же, не отпускаем. Нейрохирургическая помощь пациентам оказывается по ОСМС. Сегодня мы вместе с вами убедились, что в областной клинической больнице созданы все условия. Современное оборудование, профессионализм специалистов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. На этом я с вами прощаюсь, берегите себя и вовремя обращайтесь к специалистам. Областная клиническая больница Туркестанской области является ведущим медицинским центром региона, оказывающим высокоспециализированную помощь населению области. В отделении нейрохирургии оказывается весь спектр высокоспециализированных операций при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, дегенеративных заболеваниях и последствиях травм позвоночника. В ортопедическом отделении проводится оперативное лечение наиболее тяжелых заболеваний костей и суставов современными технологиями, как эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Нашими ценностями является служение пациенту, приверженность к качеству, командная работа и социальная ответственность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова